Добрый вечер! В эфире программа «Объектив» и у нас сегодня в студии Нургульс Манкулова, программный аналитик по репродуктивному здоровью Фонда ООН в области народа населения. Добрый вечер! Добрый вечер! Состояние репродуктивного здоровья населения напрямую влияет на демографические процессы в стране. На Ваш взгляд, какие меры нужно предпринимать, чтобы эта социальная проблема не была проблемой, а была решаема, и репродуктивное здоровье населения было на качественном уровне? Ну, во-первых, Вы, как знаете, вот буквально в эти дни у нас планируется чествование семимиллионного жителя в Кыргызской республике, и это отрадно видеть, что население растет, Вы знаете, что у нас население молодое, более почти 30% у нас составляет молодое поколение, которое является флагманом для Кыргызской республики, для того, чтобы создать большую движущую силу в состоянии репродуктивного здоровья, для того, чтобы здоровье было в Кыргызской республике, имело действительно достаточно хороший будущий пласт тех будущих наших репродуктивной системы, которая могла бы нести в нашей стране большую здоровую нацию. Ну, скажите, основные факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье, это какие? Ну, если в целом взять о репродуктивном здоровье, это, конечно же, психическое, эмоциональное, социальное и физическое состояние. Оно влияет в более таком всеобъемлющем факторе. Почему? Потому что репродуктивное здоровье, оно не может быть отдельно только связано с репродуктивной системой. Почему? Потому что, когда человек рождается, он еще маленький, но с остановлением уже подросткового возраста, пубертантного периода, да, у него начинается изменение организма, начинается перестройка гормональной функции. И, конечно, за этим всем начинаются процессы, когда влияние социума, общества в том, как он держит себя физически, как он это, вот это является очень важным, когда он получает и эмоциональное хорошее состояние, и физическое, и социальное, с которым социумом он влечет, чтобы репродуктивная система, она была достаточно здоровой. И я думаю, что это, конечно же, и один из таких основных является психоэмоциональное состояние, насколько будет репродуктивная система дальше функционировать в достаточно хорошем, в будущем. Нургуль Сардарбековна, расскажите вот об уровне материнской смертности и о том, как ее можно снизить или минимизировать. — На самом деле у нас материнская смертность достаточно высокая в Кыргызской республике. Мы занимаем одно из ведущих мест среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. Конечно, не первая, но мы находимся в рядах второго-третьего места по среди стран 18 стран Восточной Европы и Центральной Азии. И я могу сказать, что одним из структур причин материнской смертности являются, конечно, три важных таких причины. Это в основном у нас связано с вопросами кровотечениями, это связано с экламсией. Это название более медицинского характера, но это когда, может быть, повысится давление, появятся отеки, которые могут вести к риску, к угрожающей жизни женщины. Ну и, конечно же, септические — это обыкновенный инфекционный контроль, когда необходимо все-таки смотреть, могут быть осложнениями как септические состояния. Но мне хочется сказать, что в последнее время среди этих структур причины материнской смертности происходят определенные изменения. Какие именно это включение в эту структуру основных трех проблем? Являются это хронические заболевания. То есть будущая женщина, имея какое-то хроническое заболевание, она все-таки предполагает и планирует будущего ребенка. Имея уже багаж каких-то хронических заболеваний и все-таки принимая решение будущей беременности и рождения будущего ребенка, она уже берет ответственность на то, что могут быть какие-то проблемы. И эти заболевания во время смертности появляются все чаще и чаще. И в структуре причин материнской смертности уже на первое место приходят уже те женщины, у которых есть уже хронические заболевания. И они умирают как спусковым механизмом, спусковой такой крючок, что хронические заболевания сподвигнули к этой материнской смертности. То есть обострили все беременности. Да, это одна из важных таких сейчас проблем в секторе здравоохранения. Почему? Потому что когда женщина еще все-таки имеет какие-то заболевания, но она все-таки принимает решение, от этого, конечно же, и идут последующие последствия. Поэтому и материнская смертность высока в нашей стране. Мы, когда говорим о планировании семьи, мы предподразумеваем, что это ребенок должен быть желанный. Желанный, значит, у них есть время на него, чтобы его поднять до 18 лет, чтобы ребенок был в семье, в любви, получал достаточно время, которое на него уделяют, финансовые средства, которые семья поднимает от этого ребенка. Ну и, конечно же, дать хорошее образование. И третий вопрос, это, конечно же, интервал между родами. Интервал между родами, чтобы женщина, если она, будучи имея первого ребенка, у нее было время в течение двух-трех лет на первого ребенка, и немножко обновление самой себя, на то, чтобы у нее организм после первого рождения не так сильно ослаб, и она могла запланировать последующего ребенка для того, чтобы у нее было время и восстановить свои силы, и свое здоровье на второго ребенка. Вот это, я думаю, одно из самых важных. Ну и в заключении, когда она уже все-таки планирует ребенка, да, и уже у нее все эти точки решены, и о желанности, и запланированности, и финансовых средствах, да, и о своем здоровье, да, это, конечно же, преконцепционная подготовка. Это называется, когда они с супругом, они идут и проводят какое-то обследование, и смотрят, насколько все-таки они готовы, чтобы ребенок был здоровый. Скажите, основной оптимальный возраст деторождения для женщины какой? Вот так взять и сказать, что оптимального оно нету, конечно же, это возраст, когда с 20 лет и до 45, но мы говорим, когда возраст репродуктивного здоровья, он начинается вообще от 15 до 49 лет. Взять какое-то определенное время взять, нет необходимости, потому что это их право выбора. Но, однако, мне хочется больше сакцентировать внимание на том, что у нас вероятность высока, это в нашей стране, нежели чем в других странах, это, конечно же, подростковая рождаемость. Мы делим это место между четвертым и пятым местом среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. Это вот первые места это занимают в основном Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Таджикистан, и потом мы идем. Но мне хочется сказать, что именно наша страна, она имеет тоже риск материнской смертности среди подростковой рождаемости. Она с каждым годом у нас немножко увеличится, несмотря на то, что подростковая рождаемость у нас снижается. Есть определенные исследования, которые Национальный статистический комитет сделал, с большим охватом, где в 2014 и в 2018 году, это комплексно-основопоказатели, исследование такое было. И как раз-таки на 50 женщин в 2014 году снизилось до 45, ой, на 65 женщин снизилось до 50 женщин на 1000 женщин, которые снижаются подростковой рождаемость. Если взять в самом секторе здравоохранения, как они собирают? То есть, если в прошлом году родили более 150 тысяч родов в прошлом году, то более 6% это подростковая рождаемость. То есть, мы предполагаем, что где-то 9 тысяч родов в прошлом году оно возложилось на подростков. Это именно те дети, которые, в принципе, еще не получили образование, у которых есть еще, может быть, недостаточно финансовых средств, еще есть возможность получить достаточно хорошее образование для того, чтобы брать какую-то определенную ответственность. И эти 6%, которые из общего количества родов, они, конечно, влияют на то, что эти дети, которые, будучи становятся мамочками, они будут нести более свою ответственность и получать какие-то определенные для себя какие-то вызовы для того, чтобы все-таки поднять этого ребенка. Скажите, как Ваша программа работает с женщинами, находящимися в отдаленных регионах нашей страны? Вот фонд ООН в области народонаселения, организация работала достаточно долго, почти более 23 лет, когда предоставляла гуманитарную помощь. По линии гуманитарной помощи ежегодно до 500 тысяч, иногда до миллиона закупались контрацептивные средства. И когда в каждом центре семейной медицины на первичном медико-санитарном уровне, в поликлиниках, как мы раньше говорили в советское время, находились эти препараты, которые предоставлялись бесплатно. В последующем, вот уже в 2010 году, контрацептивы по линии гуманитарной помощи снижались, и начиналась более адвокативная работа, что государству нужно просматривать вопрос о государственных закупках. И в 2015 году наша организация прекратила поставки контрацептивных средств на территорию Кыргызской республики. И в этот момент сектор здравоохранения подумал о том, что необходимо как-то все-таки решить в вопросах, чтобы не было нежеланной беременности, и предотвратить большое количество абортов. В связи с этим в 2018 году Министерство здравоохранения провела экономический анализ, каким же все-таки более женщинам необходимо уделить внимание, чтобы все-таки у которых нет возможности, у которых нет финансов, у которых, возможно, нет каких-то определенных рычагов или ресурсов, чтобы использовать контрацептивные средства. И были выявлены определенные женщины, то есть это были определенные критерии, как медицинского характера, в основном те женщины, у которых есть очень высокий риск материнской смертности, это хронические заболевания, сердечно-сосудистые, это может быть туберкулез, это может быть препараты сахарного диабета, которые употребляют уже помимо того, что сахарный диабет у них, идут какие-то сосудистые перестройки, это может быть женщины, у которых есть почечные заболевания, достаточно декомпенсированного характера, может быть, это гламирол и нефрит, который действительно несет очень большие последствия. И, конечно же, социальные факторы. Социальные факторы, дать возможность, это не сказать, чтобы они употребляли, но дать им право выбора, это инвалидам первой, второй, третьей группы. Кроме того, у нас в Министерстве социального обеспечения труда есть определенные женщины, то есть семьи, малообеспеченные. У нас есть специальная формулировка, дефиниция, у которых есть определенные дивиденды. И, конечно же, этим женщинам тоже позволить использовать эти контрацептивы, которые закупаются в Министерстве центра охранения. И, конечно же, дать такой же выбор женщинам, у которых более четверо-пятеро детей. Предполагается, что закупка этих контрацептивных средств, которые они определили, этих людей, в пример, насколько их может быть, этих женщин, чтобы хотя бы покрыть на сегодняшний день 30% из этой общей группы. То есть, чтобы если у них они пришли все-таки в Центр семейной медицины, у них было право выбора попросить этот препарат. И была возможность все-таки использовать эту возможность для того, чтобы все-таки отсрочить нежеланную, незапланированную беременность и не пойти на аборт, потому что у них были в силу каких-то ситуаций, и все-таки необходимо все-таки медицинский работник видеть, что у него хроническое заболевание, сердечно-сосудистое, или у нее все-таки есть дать возможность проконсультировать и дать право выбора ей, чтобы использовать государственные средства сектора здравоохранения на использование контрацептивов. Кроме предоставления контрацептивов проводятся ли какие-то информационные программы, чтобы разъяснять среди населения? Да, я с вами согласна. Есть очень большой пласт работы и мероприятий информационных компаний. Работаете ли вы в условиях чрезвычайных каких-то ситуаций? В условиях ЧС, да, мы работаем, потому что минимальный комплекс начальных мер, которые необходимы для реагирования в области репродуктивного здоровья, он необходим в первые часы. Особенно, если это связано, когда временно перемещенные лица, если это связано с какими-то природными катаклизмами. И в первые 72 часа необходимо внедрение пяти направлений, чтобы было всегда, если есть, это зависит, конечно, от масштаба чрезвычайной ситуации, но в первые три дня, чтобы были вопросы связаны с координацией вопросов о репродуктивном здоровье на месте. Второе, это то, чтобы всегда были, если это, ну, в зависимости от масштаба, был правильный доступ и открытый доступ к услугам репродуктивного здоровья и материнского здоровья. И, конечно же, самое главное, это, я думаю, что здесь это с переливанием крови для женщин, у которых, если все-таки масштаб чрезвычайной ситуации намного высок. Спасибо, Нургуль Сардарбековна, за выделенное время, за то, что пришли, поделились важной информацией для нас, для наших телезрительниц. Уважаемые телезрители, благодарю вас за внимание и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин